приветствую всех лев из абхазии новый афон едем держим путь сухум по пути вот заехали ну в новый афон как не заехать это одна сплошная достопримечательность замечательное красивое место заехали значит поближе к станции железнодорожной есть туннель есть и парковочка правда на платно но 10 минут бесплатно можно поэтому я быстренько счет сниму мы перекусят и мы дальше поедем так что особо мы не погуляем сегодня но на моем канале много видео с этого места здесь вот грот симона канонита вход ну так на маршрут свой туристический речка вдоль этой реки поднимаетесь очень красивые тоже места здесь вот из этого туннеля поезд выходит станция железнодорожная вот эта вот конструкция нависающая над водоемом называется псырцха ну и дальше там водопад ветерочек какой-то поднялся а так в целом день очень даже теплый перепарковались мы поближе к парку памятная табличка здесь марте 21 года проходили решающие бои частей красной армии за установление советской власти в абхазии парк очень ухоженный пальмы вкалипты комфортные лавры магнолии то что могу сразу увидеть есть скульптуры здесь у нас плановый перекус поедем дальше детская площадочка есть мы уже там носятся занятного по таким такого места побродить я тут как-то не доводилось меня вот именно здесь бывает жаркий день здесь в тени этих деревьев то очень даже замечательно может множество скамеечек все для комфорта людей все сделано вот чем хорош вот новый афон то что здесь вот так вот просто проводить время даже вне пляжа да все есть для этого прям изумительно вот он на лошадке на поняшке катает попробую подойти поближе туда какой гигантский плотан здесь растет музыка живая народники играют побродить по этим тропинкам даже увлекательно симпатично все благоустроено приятно новый афон это его фишка проектируем изначально здесь можно на разную живность посмотреть лебеди черные павлины ну их вообще-то отпускают я видел их плавающих лишь здесь в этих прудиках озерах вот что важно детям тут есть что посмотреть это вот прям все им интересно вот кстати что касается лебедей которые вольно тут живут они здесь тут островки небольшие там вот гнездышко тут еще домик побольше и рыбки там еще да и рыбки есть там вот виднеется новоафонский монастырь еще какая-то разновидность уточек тут обитает и ну это и друзей тоже навестим и 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 можно подойти покормить из новенького вот, похоже, что колесо обозрения тут строят прямо у стадиона Мирославушка извила желание на водопад сходить, вот мы пешочком сюда пришли сейчас Мирослава уже постарше стала, через месяц 6 лет ей будет вот она уже вспомнила, что здесь она была она была на самом деле много раз, но сейчас она повзрослее, она уже запоминает а в начале, где я начинал видео, парковка где-то вот туда и выше надо подниматься табличка ну тут говорится о том, что место СС изволил посетить их императорское величество Александр Третий Александр Александрович самодержит всероссийский и Мария Федоровна тут на дореволюционном языке еще написано можно пройтись здесь очень хорошо, что поставили ограждение потому что люди здесь ходили и не было ограждения сейчас, безусловно, гораздо безопаснее водоем здесь над плотиной цвет воды очень такой, глубоватый, подовлекательный и вот эта вот вся обстановка, горы вокруг куча этой зелени, обилие нависающей так что вот здесь и император Российской империи прогуливался и мы вот по его стопам тут тоже двигаемся, созерцаем всю эту красоту место примечательное я здесь не знаю уже в какой по счету раз но оттого мне это место меньше не стало нравится и сейчас вот еще тоже плюс все-таки май еще народу не так много мы в принципе прогуливаемся нормально разгар сезона тут как в автобусе, честное слово вот эти все тропинки, они забиты людьми и везде фотографируются люди вот это станция нависающая только мы с другой стороны теперь к ней подошли в Сырцхах ну как тебе это место, Мирослава? смотри, там много смотри какой дядя смотри какой дядя смотри камешек там да огромный камешек да огромный камешек привет привет всем из Нового Афона реставрация, ремонт идет это вообще так говоря действующая железнодорожная станция сюда приходит поезд нужно сюда отправиться куда-нибудь в Сухум, например в Гагру так, ну вот внутрь мы уже не зайдем там капитально взялись за нее ну, ремонт безусловно требовался это очевидно ну, мы так вокруг пройдем пойдем, Мирослав здесь пройдем и обратно пойду скамеечки тут металлические ну, вот такой вот вид ну, вон парковочка, где мы вначале припарковались тарзанка там внизу смотри Субтитры сделал DimaTorzok В этом году, когда мы на Сухом ехали, тоже в этом месте останавливались. Вот дорога, по которой мы проехали, преодолели серпантин. Фактически мы тут уже видим сам Сухом. Ветерочек, солнышко спряталось, небо так выглядит, но в целом тепло. Да, отсюда, в общем-то, весь Сухом, как говорится, на ладони. Букетик хочешь сделать или один только тебе? Ромашки тут растушат. Куда в тот номер? Прибыли. Цвет виски. Цвета и тёлк, да, весь маленький. Я за тобой не успеваю, Мируш. Итак, на эти дни, пока мы здесь в Сухоми, это будет наше жилище. Вот кухня, холодильник, посуда вся есть, там плитка, чайничек. Три кровати, одна вот широкая, две односпальные, Wi-Fi есть, телевизор, полотенца, шкаф. Тут всё. Так, где тут свет? Сключим. Ну и санузел. Стиральная машинка, душевая. Всё чистенько, всё аккуратно. Сухоми на улице Гулия, 24. Мы в прошлом году останавливались в мэрии. Вот в этом году получили приглашение. И приехали вновь. Вот так выглядит этот домик. Во дворе его располагаются номера. Шаговой доступности парк свободы. И здание Верховного Света Абхазской ССР. Это самая большая и значимая заброшка в Абхазии сейчас. В прошлом сезоне я там ползал, на самый верх поднимался. Вид оттуда, конечно, обалденный тоже. Мы вообще-то за продуктами отправились, но я просто по пути решил, что ещё и по окрестностям немножко пройдёмся. Пройдём, например, через парк свободы. И также здесь прям рядышком ботанический сад Сухомский. То есть место, оно прям очень удобно расположено. Тоже всё опрятно, ухожено. Но всё-таки это столица. Столица Абхазии. Зашли в ближайший магазин. Ассир он называется. Вот пельмени взяли. Сосиски. Так, ну, 482 килограмма. На 215 ушёл. Молоко. Коровка из кореновки 90. Пломбир. По 75. Точнее, по 90. Это сметана по 75. Так, хлеб интересный. Сейчас покажу его. По 63. Ну и всё равно нужно было. Вот такой вот ржаной хлеб. Это тут 10 маленьких бухоночек ржаного хлеба в этой упаковке. Занятно, я только даже не денюйте девушку. Ну и как тебе этот хлебушек, Мируш? Очень вкусный. Да, прикольно. Ну, вот общий чек. Этот хлебушек вышел на 63. Карты нельзя было платить, но можно было переводом. Значит, от номеров до набережной порядка 600 метров. То есть достаточно быстро дошли, по пути ещё в детской площадке побыли. Вот сейчас мы у легендарной брехаловки. Это такая кофейня. Вот там вот под навесом. И здесь вот отличительная черта. Тут всё время во что-то местные жители играют. То есть я вот там видел в Нарды. Может быть ещё во что-то. В общем, весёлая. Ежевчанин. Это что такое? Никуда от вас, ежевчан, не деться. Привет. Я тут это снимаю. Можешь передать кому-нибудь привет. Передаю всем. Ижевским. Всем вообще, всем. Редкое явление, как вот подсказывают. Аллея слоновых пальм. Потому что вот эти деревья близко, они в природе не уживаются. А тут вот ещё и такие великовозрастные. Вечерняя жизнь. Набережная Сухума. Смотрите, насколько всё оживлённо. Сухума не спешит. Я играю с нами. Благодарю вас. Сухума это очень старый, древний город. Вот, например, здание 18 века. Или начало 19. Примерно, датировки. С тех времён ещё тут остаётся несколько сооружений, зданий. Тут прямо на набережной. Тут люди живут. В котором это же живое здание. На первом вот кафе. Там магазины. Здесь советского времени. Как корабль. Кафе. Выглядит, как будто корабль причаливший. Ну, а вот здесь вот в водах Чёрного моря где-то покоятся руины Диаскурии. Это вообще к античным временам город, относящийся. Да и если посмотреть на спутниковые карты, видно, что прибрежная территория, они там, даже там русло рек отпечатано. Ну, реки не текут под водой. Поэтому это тоже когда-то была суша, всё. Огромные территории по всей планете были затоплены. Какое-то событие было. Ну, и потом всё это тихонько восстанавливалось. Уже на более возвышенных местах. Ещё одно место. Фонтана. Сзади всадник. Село Лыхны. Известное очень. Там и проходят эти вот, ну, как вроде, соревнования. Ну, а мы просто наслаждаемся здесь видами. И очень здесь развита вот эта вот уличная жизнь. Прям для нас, жителей северного города, это, конечно, очень. Очень нам приятно в таком месте гулять. У нас полгода зима в Удмуртии, поэтому, конечно, в летнее время есть подобное оживление. Но вот зимой вот так вот люди выходили и так. И прогуливались, пока замёрзнешь. Ой-ой-ой, чайка. Большущая. Две юные отгонщицы. Вот мы внутри дворик ресторана Нарта. Подсветочка. В этих небольших беседках люди кушают. Ну что ж, уже темнеет, поэтому надо бы видео завершать, пока картинка видно, пока меня видно. Вот уже подсветочку включили. Видите, как замечательно. Байфон красивый. Спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии. Для донатов реквизиты есть в описании каждого видео. Подписывайтесь на канал, если ещё не сделали этого. С вами Лев из Абхазии. С города Сухум. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.